раз всех приветствую всех буквально всех приветствую так и сегодня я семён розенберг проведу занятия по новым продуктам по новым продуктам нашего аксесса да вы знаете у нас вышла серия новых продуктов свежие 13 года до продукты настолько свежие что перевод на русский язык одного из продукта вот сделан буквально несколько часов назад и я вам буквально свежий материал свежий материал передаю абсолютно свежий материал и так и так сегодня я проведу конференцию по webcast про это на новая видеоконференция до новая видеоконференция видите как хорошо видно все хорошо видно и хорошо слышно я специально себе включил еще один компьютер и смотрю что все видно замечательно до высоком качестве и так я сейчас буду проводить конференцию и приготовьте ручки карандаши бумагу у кого нету тоже ничего страшного потому что я вам эту конференцию всем постараюсь разослать да всем постараюсь разослать для того чтобы чтобы нам чтобы каждый получил каждый получил материал и так веб-конференция пошаговая инструкция первое что мы начинаем делать это мы входим в конференцию да мы входим в конференцию у вас у каждого есть пароли до пароли юзерней и паспорт мы его сюда просто вводим просто вводим набираем имя пользователя и пароль и конечно можем перейти на любой язык который мы хотим видите вот у нас тут раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять языков до 10 языков для гостей конечно идет другой линк да вы знаете что гости входят с другой стороны вот примерно вот такого класса линк да только будут отличаться цифры не нужно внести свое имя и гости тоже зашли и так я вам дам полностью подробнейшую инструкцию до подробнейшую инструкцию потому что у каждого разные компьютеры как только вы начинаете входить сразу нужно делать настройку и только первый раз когда вы уже входите второй раз вы сразу нажимаете skip да и вы появляетесь там где уже в главном меню главный меню но когда вы первый раз вы должны нажать next обязательно next next почему потому что сразу идет настройка если у вас встроенные микрофоны то опять next если микрофонов несколько да как у меня вы выбираете микрофон который вы хотите встроить чтобы пользовался пользовалась с этим вебкастом просто нажимаете и опять next затем у вас появляется картинка где вы должны сделать просто тест до нажать на кнопочку клики тут тест ее sound и вы услышите услышите звук услышите звук и все дальше next next вы значит у вас будет включаться будет включаться видеокамера да будет включаться вы будете видеть она как бы будет дышать да будут двигаться вот такие вот вот такие вот кнопочки датки в полосочки и увидите что она все работает да затем выбираете себе камеру если вас несколько камер тоже выбираете какой вы хотите если вас одна просто next а так выбираете какой вы хотите и next затем у вас появляется картинка для старта тест сделать на download и upload то есть вы нажмете старт с у вас пойдет upload затем еще одна кнопочка появится и будет download и вас покажут в данный момент у вас upload на вашем компьютере столько-то download столько-то но можно этот тест не делать нужно все ночи не поменяется да вот уже какой-то над есть такой уже есть вы не можете его поменять на переправе да поэтому этот с можно и не делать идете просто next просто микс и у вас появляется такая картинка вот такая картинка на английском у меня до потому что зашел на английском но если вы хотите на русском вы можете перейти и на русский и у вас много кнопочек до много кнопочек кнопочки вверху визу и под каждой кнопочкой еще есть под кнопки давайте посмотрим что то за кнопки первая кнопка поднять руку до поднять руку рейс хэнд ну если вы хотите задаете какой-то вопрос вашим гостям вы включаете эту кнопку и говорите им дайте поднимите руку даме появляется рука там с поднятым пальцем вторая кнопка говорить то есть когда вы вошли в комнату я вот сейчас нажал говорить и я начинаю говорить вы начинаете меня слышать когда эту кнопку выключаю вы меня не слышите все просто понятно следующая кнопка включить видеокамеру то же самое я нажимаю на кнопку камера включается да я нажимаю на кнопку камера выключается все просто вот я нажал камера включилась включилась вот она настроилась я нажал еще раз и камера выключилась на просто вот эта кнопка важная да вот эта кнопка важная мы не будем говорить в самом конце до до 4 кнопка права для костей вот это самая я думаю важная кнопка я и оставил на самый конец то есть самом конце нашей конференции расскажу про эту кнопку следующий кнопка удлинить экран ну понятно да глинить экран он он расширится и вы увидите только вот само сердце экрана да там где чат ту половину где чат ту половину где гости вы не увидите следующее увеличить экран увеличить размер экрана на screen full screen как обычно full screen да будет полный размер экрана все что все что там над как над самой конференции все эти кнопки все эти ненужное все уйдет и вы будете видеть в большом изображении ну и последняя кнопка запись рекорд да я вот нажал на запись и сейчас у меня идет запись это то есть просто легко да ну просто просто прекрасно да просто удовольствие то что я сейчас говорю оно будет записываться следующий момент идем наверх до верхней кнопочки то есть нижними закончили понятно я повторять не буду потому что будет запись следующий момент инструменты до инструменты но инструменты они в африке инструменты да мы расскажем о них подробно обо всех инструментов следующий следующая кнопка установки до установки с сетап да всегда любой телевизор надо сделать сетап до установить там программы и прочее то же самое здесь дальше а у аудио видео мастер ну само понятно за себе управление аудио и видео то что вы так сказать имеем помощь важный момент помощь помогает если мы что-то не знаем что-то там не получается все я буду сегодня пользоваться помощью я вам покажу следующий поделиться десктопом ну понятно да поделиться десктопом это значит что все что у меня в компьютере я могу с вами поделиться то есть я включаю эту функцию и причем очень они удобно сделали они эту функцию поделиться десктопом она есть в разных местах то есть где бы я ни был в комнате в какой части до web pro нашей конференции я всегда могу включить включить эту функцию до поделиться десктопом очень удобно и за могу зайти в свой компьютер и тут же вам показать какой-то материал тут же показать вам какой-то документ какую-то справку какое-то видео следующий выход ну выход он есть выход до вышел на свидание и вот три кнопки очень важные до три кнопки очень важные видите тут они идут такие маленькие вот она сейчас зелененькая меня включена видите открыто значит у меня открыты двери вторая кнопка из этих трех заблокировать то есть на замок закрыть третье закончить важные три кнопки то есть я допустим зашел в комнату да я еще никого не хочу пускать я щитом работаю у меня заблокирован это все на ключ закрыта если я уже хочу смотрю там где-то половина первого я открываю комнату и она нажимая на кнопку открыто очень быстро до мгновенные все могут заходить эту комнату и важно когда я все закончил да все закончил я должен закрыть нажать на кнопку закрыта иначе вы сами себе потом то есть как бы вы вышли дальше как бы через окно а в дверь потом не войдете да вам опять надо будет заходить через окно обязательно вышли и закрыли все закрыто на ключ хотя у нас есть другие кнопки закрытия где как бы закрывая мы можем пользоваться я не буду рассказывать понятно да повторять не буду потому что все будет записи доступно будет каждому мы дадим возможность каждому это послушать следующий момент помощь да поскольку мы делаем пик когда мы делаем это первый раз у нас еще в компьютер не подготовлен для этой видеоконференции потому что видеоконференция сделана в новой технологии в новых языках соответственно нужны новые версии программ а где вы будете их брать искать и бегать поэтому вам все подготовлено и я вам сейчас покажу как сразу нужно будет сделать настройку я тоже ее сделал то есть нужно вы находитесь зашли в комнату первый раз нажимаете на помощь сразу же сразу обязательно всем это надо будет делать и вас появляется помощь вам нужно загрузить новый язык джава новую версию вы знаете что то версию нужно постоянно совершенствовать а тут чтобы вам подготовлено сюда ничего не нужно думать вы нажимаете на первую кнопку solution for best screen share performance до первую кнопку нажимаете и сюда идет клики рту апдейт апдейт джаву до апдейт джаву вот она вас появляется вот такая вот жава да вы желтенькая мои стрелочки желтенькие это значит куда вам надо нажать то есть вы просто не думая нажимаете да ничего не читая нажимаете вот видите вот эту экран джава download причем free до бесплатно free java download и нажимаете появляется вас такая кнопочка чтобы согласные до согласные бесплатно ее сделать download и нажимаете второй раз на эту кнопку все дальше все компьютер сделает сам сам он все сам установит и все заработает все кнопки все заработает вы всем сможете пользоваться особенно для слайдов особенно для видео до для видео вы все сможете всем пользоваться но единственное что нужно будет сделать выключить компьютер и опять его включить да потому что вы сделали новую установку надо чтобы компьютер сделал замену да все заменил все что там ему нужно все и вы находитесь в такой вот картинке до такой вот картинки и где множество кнопочек про нижние кнопочки мы с вами уже все про все поговорили а вот поверхние две важные кнопки слева это инструменты и это установки до сетап вот мы про них сейчас и поговорим то важнейшие кнопки по управлению этой комнаты и так первая кнопка инструменты для управления видео вашей конференции вот сюда начну что мы делаем просто нажимаем на вот эту первую кнопочку она из двух слов стоит состоит совещание инструменты совещание хотя в общем то вот по-английски на живот звучит красивее красивее конференц тулс красивее и так вот они эти наши эти наши инструменты да вот их сколько их много да и мы сейчас подробнейшим образом по каждому из них пройдемся и вы будете знать как им пользоваться хотя в принципе каждый может сделать легко свободно и сам чисто проверить итак первая кнопка пригласить гостей просто нажимаете на эту кнопку у вас появляется вот такая картинка где вы просто приглашаете тех гостей которые у вас сюда уже будут заведены да у меня тут еще не заведен ни один гость и затем send invitation приглашение это вашим гостям вы нажимаете на одну кнопочку вы помечаете кому вы хотите послать приглашение и тут же ушло приглашение удобно не надо никакой делать рассылки куда ему заходить уже он все получит что вас приглашает туда-то туда-то туда-туда-туда все уже будет здесь написано следующий момент адрес бук до адрес бук это называется адресная книжка или список адресов как угодно то здесь у вас будет без найда то есть гость имя его email адрес да и когда когда вы хотите значит и да собственно больше ничего не нужно и send email да то есть вы имеете всю информацию и все очень и очень просто обратите внимание для того чтобы перелистывать слайды мне не надо некие кнопки я просто делаю левой мышкой клик и слайды перелистываются сами собой третий дом ну понятно дом он в африке дом домашняя страничка просто домашняя страница то есть где бы вы ни были вы хотите быстро вернуться к домашней страничке там где-то заблудились да в своих путешествиях вы мгновенно заходите в домашнюю страничку еще следующий момент share my desktop дамить опять эта кнопка важнейшая кнопка share my desktop сразу появляется страничка share my desktop и через несколько минут ваш экран появляется на картинке и вы можете загружать все что вы хотите то что есть в вашем компьютере то что вы хотите показать вашим гостям очень важный момент это очень хорошая кнопка дальше live video conferencing ну чтобы вас видели до или чтобы вы видели то есть ну вот допустим эти какой в каком качестве причем можете выбирать размер да можете размер больше меньше и видите тут же вы видите видите в реальном режиме до реальном режиме причем мой отдел большой очень хорошее качество очень хорошее качество и я когда я даже увеличиваю получается очень 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 хорошее качество то есть представьте себе можно так вот 10 человек пригласить и вы в хорошем качестве с друг друга видите разговариваете не рекомендуется можно мы пробовали 20 до 20 человек но больше 10 не рекомендуется не рекомендуется больше 10 человек чтобы наверно вы были на одной картинке потому что пока еще все-таки интернет у нас везде не настолько сильно я думаю что через год-два это будет гораздо гораздо больше людей можно будет одновременно видеть следующий со браузер да это классная функция классная функция то есть вы можете вы можете входить 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 в интернет это очень важная функция и гулять по интернету и показывать гостям или давать возможность чтобы они показывали или разные 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 комбинации следующий презент видео с ютуба вот это классная конечно быстро загрузка видео на youtube и можете показать любое видео с ютуба вы знаете что в ютюбе вообще все есть да даже там же сейчас появляются наши презентации то есть вы просто соединились с людьми и конечно в профессиональном режиме до в профессиональном режиме сделали эту показ видео я вам хочу показать очень красиво видео я вчера смотрел бы просто такое шикарнейшая мотивационное видео не знаю ли будет у нас сегодня время его показать вам но я вам обязательно его покажу если не сегодня значит следующий раз очень классное видео и вообще я вам скажу сегодня там на ютюбе практически все есть практически все есть чтобы было людям интересно и нами песни можно показывать и и развлекаться то есть и концерты и все что угодно да и все штука все что угодно есть на ютюбе на вот видите вот допустим вот вот загружена прошлый раз мы смотрели видео дамить я просто загрузил его вот я в комнате а вот я значит на свои записанные видео себя смотрел да смотрел свою презентацию презент слайдс до слайдс pdf word powerpoint и самое интересное что самое интересное что powerpoint это самые тяжелые слайды вообще если вам скажу вот сегодня загрузил больше 80 слайдов и в старой презентации это бы это было бы очень тяжело то есть в старой видеоконференции загрузить 80 слайдов powerpoint это было просто бы она бы там глюкало начало и пришлось бы просто краснеть а здесь просто сидишь и радуешься загрузились именно не powerpoint да не powerpoint powerpoint не подготовлен а загрузилась именно загрузилась презентейшн в реальная реальная презентация не в пидиэфе а именно powerpoint из меня именно в powerpoint а не в пидиэф это классно вы знаете и причем можно загрузить себя много презентаций можно загрузить много powerpoint много пидиэфов много ворд документов и youtube и все и просто играться выбирать то что нужно в данный момент зависит от того с кем мы ведем разговор представляете как это для бизнеса вообще супер для любого бизнесмена для любой для любого хорошего бюро отдела это просто супер супер все вместе все под рукой до достаточно подготовиться заранее и вы проведете профессиональную профессиональную встречу профессиональную конференцию ну не сравнить вообще ни с чем ни с какими там skype ментам вообще ни с чем не знаю меня я после того как это все изучил да сейчас посмотрел буквально вчера этим занимался и я вам скажу понял что вы все по чуть ли не каждому человеку на планете я бы рекомендовал бы эту презентацию эту эту конференцию и пользоваться и и так вот он наш вебказ да презент слайд вы просто себе выбираете какие слайды кислой до вы хотите upload какие у вас уже загружены да и только делайте рефреш если вы хотите ли не делаете но очень удобно да все в одном месте никуда не надо выходить никуда не надо заходить если помните в старой комнате да надо было выйти за дверь чтобы сделать себе загрузить презентацию но очень удобно просто видите нажимаете на плод и вы загружаете все что вы хотите пишите себе название которое вы хотите придумать там скажем о пипитами ли там любой кого хотите название себе придумать там или там влася все что угодно а дальше все как обычно нажимаете select отлом от upload документу какой выбрать документ выбираете из вашего компьютера и загружаете ну ну просто супер а потом под тем именем которым вы обозначили там или о пп или вася или там не знаю или там допустим конференция 15 декабря или там новогодняя встреча или свадьба или все что угодно следующий момент документ центр называется да то есть хранение документов там файл имена даты размеры то есть вам дают возможность хранить документы тоже по моему очень классно да то есть все у вас уже все заранее подготовились до разбили по папкам себе там папка одна для этого 1 для того 1 для лидеров 1 для новеньких 1 для стареньких 1 для мемборов 1 не для мемборов ты все что угодно на все случаи жизни до клиенту нужно давать то что он хочет да они всем одно и то же следующий момент ну то же самое все ведь удобно выбираете документ один там то но такой-то документ дэвид брать его или загрузить ну все как обычно да просто все просто до пор до доска для записи и рисования и рисования даже детям можно да ну и вы допустим объясняете что-то рассказывайте прямо как первом классе да можете вот смотрите берем это берем это это складываем сюда это хорошо для всех отделов для разных отделов которые на разных расстояниях находятся для строителей до для всего чего угодно снять и как ты все я помню у нас история была как один два строителя говорят по телефону один горит мне нужен кусок трубы а тот горит какой а тот прижал телефон голове да и руками показывать вот такой да вот такого размера то есть шутка тогда сегодня это можно делать просто да просто все показывать рассказывать допустим я не знаю там производственный отдел согласовывая допустим нам с их цехом срочно что-то нужно какая-то деталь он тут же нарисовал и тут же раз все показал тут же побежали делать для тех это документ а для этих это тут же решение вопроса то есть применение просто бесконечное бесконечное да то есть можно рисовать да мы сегодня играли сюда можно это все в цвете в различных цветах картинках и прочего хорошая функция удобная удобная функция вы видите сколько сколько инструментов плюс там да будут добавляться еще инструменты без комната не закончена еще будут инструменты усовершенствоваться да хотя уже достаточно еще достаточно уже следующая кнопка конференц сета до установки установки давайте посмотрим установки вот они вот они сколько инструментов по установки по сетап первая кнопка установка цвета комнаты да ну вот ведь я себе сделал в цвете на видите красиво красиво можно любым в любом цвете ведь я сделал таком таком вот знаю бордовый сиреневый вот что тут такой вот просто просто показать что-то как бы она отличается да вы видите выделяются люди до разными цветами все выделяется разными цветами и удобно удобно для пользования для глаз хорошо главное легко это делать вы просто выбираете какой вам нужен цвет да и нажимаете окей все просто да и вашу клубка становится такого цвета которых вы пожелаете следующая кнопка 2 установка языка ну знаете для нас это одна из важных кнопок до перевод еще делается да еще не все переведено не все переведено но мы с вами перевели все но компания будет централизовано переводить все будет на русском языке абсолютно все будет по-русски хотя многие кнопки звучат по-русски нехорошо поэтому я рекомендую вот как они у нас идут по-английски они просто из одно английский немножко выучивать и вот так вот ориентироваться нужно здесь полное объяснение то есть понятно да room language выбираете себе птичкой ставите видите вот желтая стоит на русский или хотите китайский или португальский и apply нажимаете две кнопки все и вас русский язык установлен следующая кнопка до unlock room вот это очень хорошая кнопка на важная кнопка если вдруг вам понимаете вот если вы допустим хотите сделать что-то такую секретную манипуляцию какую-то во время того что у нас идет конференция и к вы же не можете сделать так чтобы все видели да или там не знаю что то вам надо сделать то есть вы нажимаете эту кнопку вроде все и в пустыне и в то же время минуту вы можете напиться да вы сразу идете смотрите делайте свои перенастройки да и потом возвращаетесь назад никто не заметит никто не заметит что вы там что-то сделали перетурбацию какую-то важно да у вас важное совещание какое-то тут вам срочно нужно что-то сделать значит в комнате там что-то где-то вы обнаружили не так и тот документ достали или счет что-то сделали значит вы тут же меняете да тут же меняете все делаете важно абсолютно причем делать это просто закрыть до close значит закрыть до анлок значит открыть все и окей просто вы видите но просто просто надо научиться ставить птички следующая кнопка до клиренс до конференц логин извиняюсь конференц логин ну это то что я говорил что позволяет пользоваться когда вы куда-то отъехали до ушли не выключили ничего да не выключаете ничего за только вы делаете здесь логин и позволяете там еще кому-то чё то то что вы хотите да или не позволяете опять опять видите то есть либо там либо здесь вы делаете либо открыто либо закрыто да и окей опять окей следующая кнопка следующий митинг room он of то есть допустим вы делаете конференцию на на 10 человек примеру да вам пригласили начальника отдела все они зашли все пришли вы нажали на эту кнопку все никто больше не зайдет все знают что идет конференция кто-то будет пытаться войти там какие-то другие захотят что-то вам сказать никто не зайдет представьте в этом все может быть постоянно открыто вы можете даже не надо людям с разных отделов идти специально к начальнику до примерно начальник может там или главный инженер он может просто разрешать им входить в комнату сюда не надо обязательно обязательно в кабинет пока он не вызовет специально да ну и для нашего бизнеса понятно понятно просто мы сейчас должны найти применение этим комнатам вообще в мировом масштабе да как говорил петька разрешить войти определенной группе и закрыть для остальных все остальные языки это хорошо для опоздавших да у нас для опоздавших мы будем применять эту кнопку все зашли кто нужен да кто не опоздал а кто опоздал да кто опоздал значит закроем этой кнопкой примеру да ну пока у нас конечно идут сами наладки настройки конечно мы то это применять не будем да это когда уже все отлажено сейчас у нас еще и у самих так сказать мы не все всегда правильно и хорошо да сегодня вот мы только закончили эту комнату перед тем как хотелось вам сегодня это все дать поэтому только сегодня закончили но спасибо так сказать обстоятельствам что мы сегодня ведем эту трансляцию да то есть самый самый свежий материал самый самый свежий конечно все будет еще так сказать совершенствоваться но сегодня мы имеем самую горячую информацию да еще никто не имеет этой информации на русском языке можете себе представить какую возможность имеют те люди которые сегодня меня слушают и опять таки все просто turn meeting room он или turn meeting room of то есть две кнопки да то есть ну ну не знаю проще по моему не бывает clear meeting room чат да ну clear понятно очистить чат до чат уже загружен ли кто-то там что-то там мозга за мозгу кого-то там зашло до чего-то там пишет не в ту сторону до или написал там какую-то глупость чтобы никто не видел чтобы люди дальше не смотрели не читали clear очистить все убрать то есть вы полностью управлять полностью все в наших руках sound configuration да то есть но опять таки все это просто регулировка звука при пользовании чатом все просто да делайте либо он либо of все те же кнопки очень важно когда вы делаете sound configuration да когда вы пользуетесь кнопкой sound configuration очень важно да очень важно отключить чат вообще от звука да чтобы люди молча там что-то писали потому что когда начинает писать много человек это это на некоторых это плохо влияет да когда там один раз она там зазвенит это ничего только колокольчик звенит много раз это раздражает начинает кого-то да поэтому это надо убирать я думаю что функция всегда должна быть выключена чтобы люди молча пользоваться с другой стороны иногда если там это редко происходит надпись какая-то до пользования чатом тогда надо знать что кто-то вам там на чё-то написал чтобы туда прийти почитать да чтобы совсем не забыли поэтому и нужна эта кнопка тоже нужно тоже потому что всякие бывают ситуации всякие бывают ситуации до new configuration до новая конфигурация тоже очень важная кнопка да очень важная кнопка и ее нужно ее нужно использовать потому что мы используем конфигурацию новую конфигурацию нашего меню да то есть мы либо хотим показать эту меню тем кому с кем мы разговариваем нашим гостям либо не хотим либо да либо нет следующая кнопка вот эта хорошая кнопка приват мод options да вы видите всех а гости друг друга не видят или наоборот вы хотите чтоб все видели друг друга или же вы решаете да показывать или не показывать да она одна кнопка нет другого другой функции либо она включена либо она выключена точно тут совсем просто даже не две кнопки 1 и последняя кнопка из инструментов из из конференц комнаты до из установок это комната это эта кнопка называется and meeting and meeting options да это и что это за кнопка эта кнопка что если вы допустим не хотите выключать комнату да вам на то есть уже время закончилось то есть вы хотите что уже все вышли до чтобы же люди вышли из комнаты но вы продолжаете иметь желание передать им какую-то информацию какие-то url допустим да какие-то сайты дать разные информации это сообщение послать то есть вы пользуются не общей закрытой комнаты давно же когда вы общую закроете то вы больше не имеете никаких контактов а здесь вы нажимаете просто эту комнату все будут отключены но сообщение можете продолжать посылать тоже очень просто видите вы пишете здесь url какой-то на а вас уже заранее там все заготовлено можете целый сайт дать допустим и всем хотите послать свой веб-сайт чтобы не пользовались да это уже как бы или это уже после вашей конференции или другую информацию то есть мало ли что или вы что-то забыли или что-то вы специально какой-то сюрприз приготовили все что угодно может быть и как я сказал я хочу сейчас рассказать оба кнопки которые находятся внизу да это права для гостей да потому что гости имеют право и не имеет права те которые вы им наделите я сейчас расскажу об этих правах ну когда вы нажимаете на эту кнопку guess right до права для гостей во первых вы будете иметь здесь список всех людей которые у вас до достаточно вращать стрелочками они у вас будут появляться все люди можете выбрать любого второе вверху увидите три кнопки да есть банк до dismiss или search gas или же all без скажем кнопка all без да all без вы видите здесь вы имеете вы имеете кнопки которые вы можете дать пользоваться вашим гостям скажем not вы не делали кита но ты до записи вы можете дать кнопку допустим оплот каких-то документов им позволять то то есть не сами могут сходить себе и делать оплоте документу которые у вас есть то есть нужно быть очень осторожным прежде чем давать эти возможности download файлы они могут делать они могут заходить ваш документальный центр и брать там все что хотеть пользоваться доской до пользоваться видео там рекорды делать интернетом вашим пользоваться до поднимать руки и голос и чат и может быть чат скажем включен только скажем править чат или чат только с с тем человеком который делает лекцию да только с хостером или же вы конкретно даете скажу возможность делать кому-то конкретную как когда вы возьмете править чат то вы скажем конкретно хотите разговаривать дать возможность управлять какому-то одному человеку то ли дать ему слово то ли дать ему возможность быть спикером то ли любую другую возможность то ли дать ему возможность чтобы зашел видео свое показывал и слайды показывал все что угодно или же я рекомендую скобственно говоря так компания рекомендует значит когда вы проводите презентации на много людей нужно чтобы все было закрыто и открыто было только одна комната либо текст чат либо private текст чат либо чат только с с хостом хост это тот человек который ведет презентацию в данный момент я хост я выполняю обязанности хост если вы хотите кого-то исключить конечно вы нажимаете на кнопку бан да то есть десмисс кого то да вы заключаете нажимаете на эту кнопку бан или десмисс догас она называется выбираете кого вы хотите исключить помечать его зеленым ну тут данный момент не повезло не повезло ирине из беларусь да но это так чисто для примера ирина не должна обижаться и никто не собирается никогда выгонять но в данный момент просто вот так вот получилось нажимаете помечаете зеленым и внизу у вас сразу появляется три возможности поставить птичку либо вверху либо ниже либо еще ниже если вы поставите вверху то этот человек будет исключен но он может опять войти он может опять войти вы можете 5 исключить может опять войти в 5 исключаете но если увидите что он вы выключаете он все-таки продолжает заходить тогда вы нажимаете на вторую кнопку и уже выключаете его на 24 часа до 24 часа и третья кнопка то есть он может зайти к вам только через 24 часа включается таймер и 24 часа по этому человеку он не может войти ну и конечно если человек совсем там плохо себя ведет или вы хотите его просто удалить навсегда значит нажимаете на третью кнопку к сожалению я надеюсь у нас это мы никогда не будем это применять у нас не будет таких людей увидите вот здесь нажата на первую кнопку на первая птичка стоит на первую верху это значит что ирина из белоруссии будет удалена на на как просто одноразово она может опять войти но мы эта кнопка это просто для примера вот собственно говоря вся информация по вебкаст до по вебкаст занял у меня примерно 40 минут до теперь что же с этим делать как же это все применять вы видите что комната просто великолепная великолепно и ничего подобного еще я лично не видел как же мы можем это продавать сколько это все стоит итак у нас есть 6 пакетов у нас пакет за 995 995 в месяц человек пользуется за 995 он имеет возможность пользоваться этой этой конференции да этот пакет называется про 10 скажем для небольшого бизнеса я думаю что это очень хорошая комната и очень хорошая цена есть у нас пакет про 25 до этого стоит 2495 в месяц и я думаю что чем человек так сказать имеет возможности продвигаться по бизнесу он конечно в себе приобретает более дорогую комнату но цены как вы видите очень доступные до для такой комнаты для такого класса комнаты я вам скажу они очень доступны и очень доступны и про 50 49 95 просто 99 95 скажем уже как у человека который занимается бизнесом 100 долларов в месяц это не разговор до для такой конференции для такой возможности private конференции это его личная возможность руководить своим бизнесом да и конечно же вот комнаты и за 250 и за за 200 долларов про 250 и за 300 долларов про 500 да ну и есть еще выше комнаты при необходимости и вы имейте ввиду что кому скажем это можно предложить я думаю что огромному числу людей огромного число людей прежде всего те кто имеет бизнес понятно они начинают с малого человек уже может делать конкретный бизнес я уже не говорю что применение может быть но просто я думаю что будут это уже жизнь показать да потому что сегодня только первый день как мы это выпускаем на рынок но то качество да то есть говорить о цене до того как показать вам что я предлагаю это было бы бессмысленно после но как я вам показал вы видите что эта цена она просто ну просто смешная да это просто смешная для клиента любого класса любого класса да ну и не забывайте не забывайте что мы при этом начинаем зарабатывать 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 серьезные деньги я думаю что она могла бы быть и дороже чтобы мы больше зарабатывали сегодня люди продают то что вообще не нужно вы знаете что официальные данные люди тысяч 2013 году 2013 году по канаде миллионы людей потратили более 300 долларов месяц на то что им вообще не нужно до официальные данные вообще не нужно я не говорю о том что люди потратили огромные деньги покупая то что тем они вообще не пользовались да нужно мы не пользовались здесь вообще не нужно это то что можно человеку использовать даже просто для удовольствия не сравнить вообще некоторые там не я говорил с людьми некоторые там skype ну смешно просто говорить да здесь вы можете заранее подготовиться к серьезным разговорам заранее по вашему бизнесу все подготовить на очень высоком уровне и провести встречу где результат одной встречи может вам я не знаю на пять лет оплатить вам эту комнату да или там на большее количество лет поэтому эта комната это первый наш до инструмент новый инструмент на первый новый инструмент который сделан новой технологии ну не сравнить его с тем что было как я говорил разница между старой конференции и этой конференции а старая была гораздо дороже да и этой конференции но разница как между современным sony и и скажем телевизорами нам 10 15 лет тому назад или 20 лет тому назад вот такая разница да тут черно-белый этот же все-таки у нас цветной да то есть я напоминаю что мы будем зарабатывать персональные комиссионные продавая продавая этот продукт и другие продукты да ну данный мы говорим об этом продукте то есть если вы продали до 1000 долларов до 1000 долларов вы имеете 10 процентов а что такое человек который взял ему понравилось он этим будет пользоваться всегда всегда конечно потом у нас будут различные возможности чтобы человек так сказать им обошлось это и дешевле да потом мы будем создавать разные другие предложения но клиенту мы всегда будем давать лучшие и лучшие предложения больше 1000 долларов вы имеете уже 10 плюс 5 процентов то есть уже 15 процентов больше 5000 вы имеете 20 процентов и больше 10000 25 процентов все у вас накапливается с нарастающим итогом если вы персонально продаете этот продукт и другие продукты да это называется access retail план персонал до персональный и не забывайте что мы имеем еще асс стим ритейл план командный до командный в зависимости от того на каком вы уровне можете представить это дополнительный источник дохода ко всем тем который у нас был до сегодняшнего дня вот представьте себе какой инструмент мы с вами получили да люди продают то что никому не нужно да я не хочу критиковать да не хочется критиковать как ненужные таблетки которые тут одна компания продавала 40 лет и сейчас выяснилось что они вообще вредные через 40 лет до нас мы человеку вредно никогда не будет у нас интернетный продукт который будет только улучшаться да только улучшаться вы видите какие улучшения вы видите лучше нет они разговоры следующий момент новый продукт тринадцатого года который нам предстоит еще изучать до изучать в этом году новые продукты вы видите это еще и учат это еще и новые мобильные сайты и такие сайты билдеры да и играем игровая платформа и новый адвизор новая реклама новый тренинг новое все и это будет конечно в следующий раз да не в четырнадцатом году у нас присоедет еще целый ряд продуктов еще на по серфингу и по баннерам и по мобильным телефоном и по видео и по гео таргинге и по ю чату почему много всего интересного то есть будет что продавать и все примерно такого класса как я сегодня это вам показал такого класса и выше и выше намного и поэтому я думаю что нам надо с вами приготовиться к очень интересному приключению в этом году в этом году на этом я заканчиваю свою конференцию мы уложились в отведенное время я думаю что эта конференция она поможет многим из нас начать создавать жизнь своей собственной мечты а не чужой мечты всех вам благ до встречи через неделю я для вас готовлю очень интересный сюрприз в следующее воскресенье очень интересный интересная информация и главное что будет очень полезная и важная информация поэтому жду вас в следующее воскресенье в то же время в тоже час на нашей новой конференции всех вам благ эту конференцию я выставлю выставлю в разных наших источниках все уже знают эти источники и я думаю что каждый сможет посмотреть эту конференцию разобраться научиться и стать профессионалом по этому продукту и довести этот продукт до огромного числа людей эти люди еще сами не знают что он им нужен нужно это рассказать и показать и источники применения я думаю что будут ну просто невероятные мы будем слушать эти истории и вам потом рассказывать кто где и как применил и использует наш продукт и как он ему будет помогать создавать источники дохода дополнительные разные и каждый человек может это себе позволить всех благ до свидания пока до встречи до встречи через неделю